Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Добрый день, дорогие друзья! Похоже, очередное вранье. Владимир Владимирович, выступая со своим обращением, рассказал о том, что мы сейчас в период кризиса окажем максимальную всестороннюю поддержку нашим людям, особенно наш приоритет это дети. И он сказал, его за язык никто не тянул, до 3 лет включительно. Я уж не знаю, зачем он это сделал, кто ему пишет тексты, почему эти люди еще не уволены год назад, 2 года назад, или они увольняют и набирают новых, таких же еще хуже. Потому что все, что мы видим, это можно интерпретировать. Либо Путина подставляют, но он их почему-то не увольняет. Либо это просто у нас в стране кончились адекватные люди, кто может написать текст нормальную. Но по факту сейчас дети до 3 лет включительно не могут получить помощь, могут получить только до 3 лет. Понимаете разницу? То есть дети, кому 3 года и месяц, 2 месяца, 3 года и полгода, 3,5 года. Все они оказались за бортом, хотя как только Путин это сказал, сразу начались вопросы. Вот посмотрите споры, здравствуйте, вот новое пособие до 3 лет, которое будет выдаваться 5000 рублей. Он положен детям до 3 лет или до 3 лет включительно? Сегодня пыталась подать заявление на выплаты, но в графе дети выдает ошибку. Дата рождения ребенка должна быть позднее, 31.03.2017. Мы ему 3 года и 2 месяца, соответственно эти выплаты до 3 лет не включительно. Вот тоже пособие 5000 рублей. Как все-таки будут платить на детей до 3 лет или до 3 лет включительно? Вот то же самое. 31.03.2017. Если ребенок рожден до этого, то есть ему уже было 3 года на момент выступления Путина, простите, вам выплаты не положены. Выплата 5000 рублей детям до 3 лет. Вот этот, собственно, указ. Произвести в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до 3 лет? А слово включительно вдруг исчезло. Как это так происходит? Владимир Владимирович, солнце наше, как многие говорят, выступает. Обещает. Люди уже на это рассчитывают. А потом заходят на портал госуслуги и им выдают вот такую замечательную ошибку. Вот мне тоже Артур прислал. Артур, спасибо за то, что поднял тему. Нет никакой возможности, если ребенку дата рождения должна быть после 31.03.2017, соответственно, слово включительно сорвалось с языка. Вот понимаете, у нашего Владимира Владимировича, что ни обещание, то просто случайно сорвалось с языка. Как люди могут доверять этому? И они на полном серьезе говорят, Матвиенко тут заявила, что вот эта вся ситуация с коронавирусом обеспечит Путину победу, значит, новые сроки, конституционная реформа пройдет как по маслу. Потому что такой великий вождь через такие испытания проводит страну, и люди чувствуют себя в безопасности, защищенно, уверены в завтрашнем дне. Друзья, напишите, вы уверены в завтрашнем дне? Насколько процентов вы уверены в том, что у вас будет работа, будет еда, вы будете получать зарплату вовремя, а не с задержкой на полгода, как в 90-е были, и не с задержкой на 2 года? Вы, вот если вы бюджетник, как я, например, учитель, я сомневаюсь, что все будет стабильно на работе. Хотя я тоже, да, да, скорее всего буду уходить с работы, не уходить, сейчас еще решается этот вопрос. Непонятно что. Если вы занимаетесь коммерцией, бизнесменом, то то же самое. Никакой стабильности, уверенности нет. Или я не прав, или вы не согласны со мной. Как можно доверять государству, когда даже первое лицо Владимира Владимировича Путин ляпает, не подумав, как он про Пескова говорил, несет какую-то пургу. Это просто смех, стыд и позор. Уже представители Беларуси говорят, ребята, вы утверждаете, что вы нам помогаете? Вообще-то мы этого не замечаем. Вот посмотрите, я зачитаю цитату. Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что у наших граждан, это имеется в виду белорусов, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли. Если муж белорус, а супруга россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить пятилетнего белоруса с отцом-россиянином. Но это было, конечно, на первоначальном этапе. После наших настойчивых обращений к российским коллегам ситуация более или менее наладилась. Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила. Это тоже такая помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, что если делаются заявления, они имели под собой основания. Кроме того, Макий заявил, что России лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит. То вводится тотальный карантин, то ослабляется. Регионы по-своему трактуют действия режима карантина. Предприятия то на карантине, то не закрываются, как Росельма, что открываются, как КАМАЗ. А потом надо посмотреть на реальные цифры. В Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19. А к нам из Нижнего Тагила на строительство атомной электростанции приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер. Друзья, и как мы можем говорить, что мы какая-то великая держава, которая успешно справляется с вызовами времени, с этим коронавирусом, если вот такое даже наши соседи заявляют? Ребят, это просто позор на весь мир. Это власть вредительская. Она мало того, что свой авторитет внутри страны ниже Плинтуса давно загнала, так она позорит нашу державу в целом в мире. Как нам будут доверять? Как с нами можно выстраивать долгосрочные отношения? То саудовцы говорят, что Путин врет, что они все срывали сделку. Они обвинили Путина открыто во лжи. Если бы Трамп на них не надавил, вообще бы сделка не была сейчас подписана, это новая. А теперь белорусы говорят о том, что мы тоже лжем, Песков лжет. Это в открытую говорится. Как они будут с нами выстраивать отношения? О каком восстановлении суверенитета, державности можно вести речь, если эти люди сейчас у нас у руля? Полная смена власти, срочный левый поворот, срочно социальное государство. Срочно менять всю систему. Эта система, основанная на коррупции, лжи и протаскивании свояков во власть, приводит к тому, что у нас в верхах люди деградировали, да нельзя. Друзья, на этом все. Нам надо лежаться вместе. Прошу вас, сделайте репост. Это простое видео, оно короткое. Но я прошу вас, мы должны понимать, какая ситуация сейчас в стране происходит в реальности. А не то, что нам из всех щелей кричат просто ложь несусветную. На этом все, до новых встреч, пока.